всем привет это очередное видео про мой любимый остров про нуса пениду конечно в этом видео постараюсь показать новые малоизвестные интересные места приехал я в порт сегодня еще пол восьмого это оказалось слишком рано воспользовался моментом съездил на заправку заправил байк заправил себя в ближайшие забегаловки ну и приехал сюда уже где-то в пол девятого когда касса открылась и билеты продают судя по тому что время 9 14 паром еще он там где-то на горизонте отправимся мы сегодня с задержкой надеюсь не очень большой уже будучи на пароме я забронировала гостиницу маленькая уютная есть бассейн ну да еще думаю странно что-то совсем недорого гостиница такая хорошая 130 тысяч всего я окажется не доехал моя самом конце в тупике я теперь туда так вот это уже похоже моя ну да здесь вот такая вот зона отдыха с видом на бассейн номер маленькие темные окна только с одной стороны есть кондиционер холодильник чайник даже сейф и очень интересно сделан дверь получается дверь одна она закрывает либо шкаф либо санузел пойдем посмотрим санузел ну в общем все что нужно есть и даже есть горячая вода мыло шампунь ну в целом мне нравится за 130 тысяч я думаю это очень хороший вариант с бассейном до в тихом спокойном месте единственный недостаток который я сейчас пока заметил это очень ухабистая дорога сюда здесь такая грунтовка разбитая приходится плестись трястись короче сюда довольно долго первая моя точка сегодня будет водопад гянгян очень странный водопад находится прямо на берегу океана много про это место слышал ни разу здесь не было пойдем посмотрим технически это храм поэтому для того что спуститься вниз нужно надевать соронг вот и собственно соронг и отдел 15000 стоит аренда сорона вот тут мне стало уже немножко страшновато но это и очень красиво да немножко страшно врать не буду очень высоко сразу на входе сидела большая обезьяна такая большой самец я не успел снять у него морда вся разодранная видимо драка какая-то была и она нами так зарычала а сори о сори я а но ну ну а ну 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 и Вот такая вот невероятная подземная река с кристальной чистой водой. Вода просто на и прозрачнейшая. Ну да, я не скажу, что ледяная. Но прокладненько сбежает с горла. А внизу вон есть еще один бассейн. В нем такая же вода из источников, но иногда волны забивают сюда соленую воду, когда волна приходит большая. Ну мне это место очень понравилось. Казалось бы, вроде бы, да, обычная чистая вода, рыдничок, течет из скалы, чего такого. Но вот эти волны внизу, они, конечно, добавляют атмосферы. Постоянно шум, гам, брызги, вот этот вот гул, который стоит. Даже, по-моему, вся скала немножко трясется, когда огромная волна ударяется об нее. Классно. Очень необычное место. Ну а я одел обратно соронки, мне теперь предстоит путь наверх. Пожелайте мне удачи. Ну а для меня по-прежнему загадка. Что это за синие трубы и синие сооружение? У меня есть одна версия, что это попытка генерации электричества. Я посмотрел на манометре, давление 20 килограмм на сантиметр квадратный. И изнутри, из этой будки идет гул. Действительно, это, возможно, турбина, это небольшая электростанция. Если знаете, что это за сооружение, напишите в комментарии, пожалуйста. Очень интересно. Поднялся я довольно быстро и относительно легко. Местами, конечно, страшновато, но в целом подъем довольно легкий. Единственное, что стоит отметить, что с детьми я бы туда ходить не советовал. Потому что много таких мест, дырок там страшных. Ну, устанете за ребенка трясти. Сейчас 4.15, у меня еще есть время найти какое-нибудь красивое место для заката. Я побежал. Впервые со мной такая незадача. Пока стояла, вот байка упаковала вещи. На меня наползли какие-то красные муравьи. Несколько десятков. И откусили мне ноги. Черт, как же жжется. Первый раз со мной такая незадача. Я восстановил байк, спрыгнул, потому что невозможно ехать. Ноги горят огнем просто. Вот это да. Выбрал случайную закатную точку на карте. Это получается утес Бана. Кажется, так называется. Ну, сапиниды во всей ее красе. Подходишь к краю, смотришь вниз. На закат сюда приехал сегодня только я один. Больше никаких людей здесь нет. Ну, оно на самом деле и понятно. Дорога сюда, конечно, очень ухабистая. Пришлось изрядно потрястись. Ну, и места такие заросшие. Вот иду, пытаясь на никакую змею не наступить. Ступени привели меня вот на такую площадку. Видимо, это смотровая. Ох, как же высоко. Ступени, я смотрю, идут и дальше. Но выглядит как-то очень все это ненадежно. Люди тут, похоже, бывают редко. Ну, смотровая красивая. Очень любопытная здесь скала. Как такой полузатопленный бублик. Вот он, настоящий завтрак туриста. А еще очень удобно. Здесь в магазинах продают сосиски вот в такой вот разовой упаковке. Так, вещички собрал, с местным назначением определился. Поеду на пляж Тимблинг. Для начала попробую заехать купить сим-карту. Для навигации я использую отдельный телефон. Я, честно говоря, устал постоянно переключать в режим модема. Доставать один, второй. В общем, вот это вот тусование телефонов меня изрядно утомило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустился я, в общем-то, к пляжу на байке легко. Без каких-либо приключений. Но я был один, то есть байк не перегружен. Я в байке своем уверен, да, у меня хорошая тормозная жидкость, нормальные тормоза. На арендованном, вдвоем, я бы советовал сюда все-таки не соваться, потому что очень велик риск тормоза перегреть. Ну и, в принципе, сейчас, конечно, сухо, да, но если пойдет дождь, я понимаю, что зацеп будет не очень. Дорога очень узкая, разъезжаться тяжело. Наверху стоят ребята, которые на байке предлагают такую услугу, как доставку вниз к пляжу, собственно, и обратную. Ну, я мимо них проехал, не спросил, правда, сколько стоит. В интернете читал, по-моему, 100 тысяч или 150 за эту услугу. Судя по всему, это первый бассейн. Похоже, этот бассейн зацвел. Вот купаться в таком желании не возникает. Пойдем посмотрим дальше. А вот в этом бассейне вода уже гораздо чище. Сюда я, пожалуй, уже нырну. Эх, недавно был прилив, и мусора, конечно же, много. Купаться я не пойду, но ноги помочу обязательно. В бассейне довольно многолюдно. Кажется, вода даже стала мыть не это с того момента, как я пришел. Смотрите, сколько людей. Здесь же есть небольшой гроб, я там видел качельку. Пойду посмотрю. Еще одно невероятно красивое место в копилку красивых мест на Сапинида. Поднялся обратно я вполне благополучно, без каких-либо особых приключений. Подъемы там, конечно, местами знатные. Я думал, я не заеду, что не хватит мощности. Я ехал в полный газ и даже помогал местами и ногами. После купания в прохладных ваннах хочется чего-нибудь погорячее. Ну, вы поняли. Индийская еда. Я думаю, это мне сейчас подойдет. Заказал я какое-то индийское блюдо. Не знаю, какое. Сейчас будем пробовать. Пошел помыть руки и только там заметил, какой у меня глаз замечательный. Не будьте как Петя, закрывайте виза. Очередной раз поймал какую-то муху. Так, ну мне что-то принесли. Вот такое вот красивое в тарелке. И лепешку. У меня проблема, я не знаю, как это есть. Ну, попробую просто. В общем, я решил не заморачиваться с ритуалами. Взял в одну руку лепешку, в другую ложку. Ну, это было действительно вкусно. Пожалуй, оно того стоило. Я еще пока не решил, куда я сегодня поеду на закат. Но пока обедал, решил, что я, наверное, поеду заселить в гостиницу. Потому что лучше это делать засветло. Только собрался выезжать и зарядил бы. Мне что-то так лень на дождевик доставать. Вот где-то там глубоко в кокре. Я, пожалуй, подожду. Вдруг сейчас дождь быстро закончится. Чёртов гугл максов. Только посмотрите, по какой дороге он меня завел. Впереди еще вот такая дорога. Так. Весь мокрый, с кучей адреналина. Но я добрался. Дорога, конечно, была просто жесть. Я не ожидал. Сейчас быстренько заселяемся, переодеваемся и погнали на закат. Ух ты! Какой вид тут хороший. Вид просто шикарнейший. Я когда бронировал, там был вариант с видом на море, по-моему, с видом на сад. Черт, вы только посмотрите на это. Океан. А вот это остров Ламбок. И, возможно, даже будет видно в Лукан Ринжане. Ничего себе, какая красотища. Вот это да. Ух ты! У меня есть телевизор. Черт, ну какой вид, а? Прям не вид, а сказка. Ненавижу сдвижные двери. Жутко неудобно и громко. Ну, здесь, в общем, все просто... Так, все, хватит восторгаться видами. Я побежал за вещами, потому что время уже 4 часа. А приехал я в итоге на Кристалл Бэй. Да, я знаю, здесь я уже был много раз. Этот пляж я уже ругал, рассказывал, как он мне не нравится. Но на ресепшене у девушки я спросил, какое самое лучшее место, на ее взгляд, на Нусыпене, для того, чтобы встретить закат. Она недолго думала, сказала сразу Кристалл Бэй. Я подумал, действительно, может быть, их прям. Может быть, нужно его использовать не для тюления на пляже и купания, а просто для того, чтобы встретить закат. Вот, собственно, и решил проверить. К сожалению, тучи не дали посмотреть на закат. Но место для заката действительно очень подходящее. Я проверил по компасу, солнце должно садиться прямо напротив пляжа. Гостиницу это решил все-таки сменить. В целом, она меня вполне устраивает. Есть тут, конечно, определенные недостатки. Например, большое количество курятников поблизости и педухи, которые ерут с самого утра. Сейчас я позавтраку и поеду в новое место. По дороге постараюсь заехать в аптеку. Глаз меня все-таки, мой правый, все еще беспокоит. Поэтому без аптеки я, к сожалению, видимо, не обойдусь. Вот такие вот капли. Ксентохитрол называется. Не раз они меня уже выручали. Я так понимаю, это противомикробная и антибиотик. В общем, то, что надо. Оказывается, совсем недалеко от моей гостиницы находится знаменитый подземный храм. Вот туда мы сейчас и отправимся. В любой храм на Бали нельзя заходить с непокрытыми ногами. Поэтому первым делом раздобуду саронку. О! Вот это меня нарядили, да? Еще и поясок повязали. Все, можно идти в храм. Здорово. На подъеме к храму обнаружил вот такой вот указатель. Только в этом храме и нигде больше в мире найдено два вида вот этих вот крабов. Получается, на входе в храм есть ящик для подношений и журнал, в котором ты записываешься. Как тебя зовут, страна и сумму, которую ты в ящичек положил. А еще мне выдали бесплатную водичку и побрызгали святой водой. Так что день сегодня точно будет отличный. Теперь следующий квест. Нужно найти вход в храм. Ну, с рюкзаком я боюсь, сюда не пролезу, поэтому рюкзак мне придется снять. Да, конечно, ну, тесновато. Да, еще бы каску надели. Тоже не помешало бы. Ох, сколько тут лишучих мышей. Первое, что замечаешь, спускаясь в пещеру, это абсолютная тишина. Я еще сегодня в журнале первый посетитель, то есть передо мной нет никого. Хотя уже 9 утра, что-то туристы любят поспать. И вот спускаешься сюда, здесь абсолютная тишина. После улицы, да, где шумит море, ездят машины, байки. Здесь слышно только какой-то сверчок один одинокий в углу. И иногда хлопание крыльев летучих мышей. Но где-то вдали, далеко, вот реально отсюда, наверное, метров до 100, не меньше, большая лестница, и вижу, далеко там ходят люди. Пещера действительно очень большая. Масштаб, конечно, впечатляет. Здесь еще один в алтаре есть. Вот такие вот скамейки, покрытые кафелем. А тут, собственно, молящиеся могут сидеть. Но вот в эту часть храма уже туристам вход запрещен. Это, видимо, самая его центральная часть. Просто вот такая вот дыра в стене. Ну, у меня есть фонарь, пойдем посмотрим. Судя по всему, поверхность здесь где-то совсем недалеко, потому что корни деревья проросли прямо сквозь скалу. Я даже сразу не понял, что это за веревки здесь торчат. Я понял, почему мне это место так понравилось. На Бали вообще очень мало тихих мест. Либо это петухи, дороги, ну, как минимум, да, сверчки и цикады, которые тарахтят вот 24 на 7, просто не переставая. Птицы. То есть шум фоновый есть всегда. А в пещеру ты заходишь, там какая-то такая абсолютная тишина. Время 12 часов, но я решил заехать в свою новую гостиницу и попробовать заселиться немножко раньше. И выгрузить часть вещей, чтобы не таскать по острову тяжелый кофр с собой. Пляжа тут как такого нет. Есть только вот такая береговая линия, укрепленная бетоном и камнями. Но купаться, я думаю, вполне можно при желании. Вид отличный, вид на море. А что еще надо действительно? В номере немножко пахнет сыростью, но неудивительно. Все номера, которые вот так на береговой линии находятся, особенно не те, которые на втором этаже, они все будут сыровее. Здесь закатная точка. И тут же рядом недалеко есть какие-то источники пресной воды, небольшие водопады. Сейчас входим, посмотрим. Ну, вид, конечно, тут открывается замечательный. Первым делом я признал, вон тот вот бублик вдалеке. Я его снимал недавно. Есть здесь вот такой вот спуск вниз. Но выглядит он совершенно заросшим и заброшенным. Я даже пытаться, пожалуй, не буду. Людей здесь очень мало. Возможно, на закате здесь собирается, конечно, большее количество людей. Но не уверен. Дорога все-таки сюда довольно паршивая. Но один байк стоит, так что кто-то здесь еще есть. Борюсь с желанием прямо сейчас развернуться и пойти обратно. Так, судя по всему, здесь два спуска соединяются. Тот первый, который заросший, тот, по которому я пришел. Только сейчас до меня дошло. Нужно было наверху поднять дроны и посмотреть, куда же ведут эти ступени, прежде чем спускаться. Пойду-ка я обратно наверх и посмотрю сначала сверху, как все это выглядит. И есть ли смысл вообще туда идти. В общем, посмотрел на эти источники дрона и решил, что вниз я, пожалуй, не пойду. Как бы потребуется на это много сил, на мой взгляд, оно того не стоит. С дрона я, в общем-то, все и так уже увидел. А место, конечно, интересное. Я думаю, здесь можно отлично встретить закат практически в гордом одиночестве. Не думаю, что здесь много людей, потому что дорога сюда паршивая. Я приехал на Смок-Бич. Ну, я, правда, не доехал. Я так натрясся сюда по этим камням, по ухабам, что решил припарковаться здесь наверху. Тем более, что дальнейшая дорога доверия мне вообще не вызывает. Ну, в общем, я посмотрел вот на вот это вот и решил, что самое время пройти пешком. Так что огромное спасибо моей пятой точке. Вот она меня опять не подвела. Прям вот почувствовала, что сюда лучше не ехать, а дальше идти пешком. Ну, вот, собственно, и Смок-Бич. Бич – это, конечно, громко сказано. Место примечательное тем, что в подходящую волну, в сильную волну, здесь поднимаются такие брызги, волны, и получается как будто вертикальный фонтан. Но сейчас, видимо, волны не подходящие, поэтому никаких фонтанов я не наблюдаю. Единственное, что вот поражаюсь каждый раз, как сильно здесь закручивается вода и какое здесь сильное течение. Здесь прям... В общем, на мой взгляд, у этого места два серьезных минуса. Первое – это паршивая дорога, а второе – это довольно много мусора. Он тут везде. Два дня подряд я проезжал мимо рынка, и мой любимый ворун был закрыт. Сейчас проезжаю, наконец-то он открылся, так что сегодня у меня будет отличный ужин. Как всегда, выглядит очень аппетитно. Проверенный у меня уже набор – рыбка, рис и еще всяческие добавки можно купить. Все вместе 50 с хвостиком тысяч. На удивление быстро я сегодня собрался, позавтракал, ложился буквально в 30 минут, поэтому приехал на паром, когда еще здесь никого нет, и продажа билетов закрыта. Хотел бы, пользуясь случаем, поделиться одним наблюдением. Каждый раз, когда я уезжаю с Носопениды, есть обязательно какой-нибудь один пассажир, либо на костылях, либо с гипсом. Надеюсь, сегодня статистика моя будет поломана, и таких пассажиров не будет. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз напомнить, Носопенида – место все-таки максимально красивое и максимально опасное. Относиться нужно к нему все-таки очень серьезно. Купил и билеты, осталось дождаться погрузки. 87 тысяч стоит билет до одного человека и байк. Успешно десантировался обратно на остров ровного асфальта на Бали. Статистика моя испорчена, ни одного костыля, ни одного гипса на этом рейсе я не видел. Ну а всем спасибо за просмотр, не забывайте поставить лайк, и подписаться, конечно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok